Краевую общественную палату создали больше года назад, но даже за этот небольшой срок она стала хорошей площадкой для реализации инициатив кубанцев, отметил на встрече глава края. В её состав входят известные спортсмены, артисты, учёные, а также председатели различных ассоциаций. Всего 30 человек. Вместе с Вениамином Кондратьевым они обсудили дальнейшие планы совместной работы сразу по нескольким отраслям – экономике, культуре и образованию. Свои решения, законодательные, политические, экономические, я хотел бы принимать на основе предложения простых граждан, общественных организаций, людей с активной гражданской позицией. И вот здесь вы, как никто иной орган, можете объединить вот эти предложения. Поэтому мне и важно, чтобы вы стали органом действия. Вот тот, который сможет консолидировать, по большому счёту, и инициативную часть населения, простых людей, общественной организации, ну и, естественно, власть. На самом деле, общественная палата Краснодарского края – это вот объединение объединений и инвалидов, и ветеранов, воин различных, и правозащитных организаций, и бизнеса представителей, и других общественных организаций. Поэтому наша общая цель, естественно, консолидировать общее мнение по наиболее волевым вопросам. Работа общественной палаты должна стать системной, считает исполняющая обязанности губернатора, и уйти от формата совещаний конкретным действием. При этом, помимо функции объединения общества, стать органом контроля деятельности власти. По мнению Кондратьева, особенно важно это в борьбе с коррупцией. Коррупция – это очень серьёзная проблема. И, знаете, мы можем бесконечно долго говорить, как с ней бороться. Я для себя вижу одно, почему я как бы открыт и с депутатским корпусом, и с общественными организациями, и с вами в том числе. Прозрачность власти. Если власть будет максимально прозрачной в своих действиях, в принятии решений, в расходовании средств бюджетных, то в том случае мы будем максимально подконтрольны, и мне здесь нечего бояться и общественным организациям, и населению края. И желание у чиновника засунуть руку куда-либо, может, отпадёт, потому что его деятельность будет максимально прозрачной. Говорили на встрече и о развитии малого бизнеса на Кубани, патриотическом воспитании молодёжи и о популярности массового спорта. Сейчас состав общественной палаты обновляется. Членов второго созыва изберут на конкурсной основе. Их также будет 30 человек.